Комментировать матч сложно, в таком плане, не то, чего мы ждали. Это однозначно, ясно, что это и по статусу, и по всем рейтинговым делам мы обязаны команды обыгрывать. Ну, а так было сопернику. Ребята били, сражались, искали шансик свой, не нашли его, а мы все хотим выиграть на классе. Хотя, все неделю работали, понимали, что после Динаминска, может быть, ощущение, что сейчас под нас тут все будут ложиться и уповать, хотя я и Динаминска была непростая, очень. Стучали, стучали с головы футболистам, долбили все неделю, что мы должны еще больше работать, еще больше прогрессировать в игре. Единственное, что здесь, я оговорюсь, очень долго шел поезд состава, в силу того, что все-таки выпали у нас Корзун и Зипчук, футболисты такие системообразующие, и сразу структура начала ломаться. Вроде футболистов достаточно, а склеить их в то, что нам надо, мы буквально до вчерашнего дня искали несколько вариантов состава, провели, вчера только определились, позавчера. Ну, уже по ходу матча я понял, что ошибся, выбор состава ошибся, это однозначно, но, к сожалению, так сложилось для меня еще очень много нового, я еще пока до конца футболистов не до конца понял, кто на что способен, кто, возможно, идеи воспринимает, кто-то, возможно, немножко другой футбол хоть не хочет играть, а так структурно выстроит под другой футбол. Возможно, пока рано еще идут выводы, но сегодня уже картина так потихоньку проясняется. Поэтому, ну, ясно, что мы, мягко выражаясь, огорчены, но понимаем, по крайней мере, на скидку понимаем, как дальше двигаться и что там делать, чтобы играть тот футбол, который, видишь, актер, который играет футбол, мы отрибили креативный, интересный футбол, а пока у нас слишком много просто работы, мы бегаем и индивидуально, лоскутная игра, явно лоскутная игра, эпизод, какой-то фрагмент есть, потом провальный эпизод, поэтому здесь ротация состава достаточно большая происходит, все время поиск, 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 это, к сожалению, не приводит к тому же взаимодействия стиля игры. Ну, это главная проблема, основная, которая сегодня, мы, видите, три матча выиграли 1-0, стандартного положения, у нас голов нет. И мы очень много работаем, у нас постоянно, каждый тревожный процесс, это атака, 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 только атака, по идее, работаем, но, к сожалению, пока так, как есть. Ну, так, двух словах. Спасибо. Вопросы? Есть у кого-то вопросы? Можно я один вопрос? Еще раз сказал. Вы сказали, что вы не угадали с составом, ну, давайте не про тех, кто вышел, про тех, кто не вышел. Кто должен был выйти в стартом составе? Не, ну, я сейчас не могу сейчас озвучить, зачем? Это неправильно. Это, во-первых, это всего сейчас, это пока после матча, я так сейчас думаю, завтра, возможно, посмотреть матч, как кино изменится. Во-вторых, я не имею права, ребята, которые выходили в состав составе, поэтому, то наша внутренняя кухня, будем разбираться. Насколько угадали, насколько кто вышел и так далее, ну, по крайней мере, мы знаем, сами сейчас определяем, что да, есть моменты. Ну, по крайней мере, мне кажется, надо было Илью Черника оставлять в составе. Просто когда-то неделю так странно очень были, ну, получалось, не получалось. Было ощущение, что надо паузу было до пары, знаете, нагрузка большая, она идет на подкорку. Вот, а, в принципе, вышел, из тех, кто вышел, был свет на пятно. Возможно, здесь с ним ошибка была. Но, опять же, мы искали, мы шли литературу процессы, думали, что все-таки где-то нужна пауза, бомбальчик, а дать другие варианты использовать. Но, к сожалению, не совсем получилось. Вы, кстати, Игоря Ивановича выпускаете в центр уже, который матч на фланге, он полезен на этой позиции? Ну, во-первых, это его родная позиция, на самом деле. И он сам там хочет играть, умеет играть. Тоже был вариант, что он будет в составе играть. Есть варианты лимита. Лимита иностранцев, лимита молодых футболистов. Поэтому мы не всегда оптимально выходим. Поэтому приходится кем-то жертвовать. Спасибо. Петр Зайцев, Белварин, Сергей Буиситович. То, что Шахтер уже четыре игры не забивает с игрой, у вас больше претензий к тем, кто реализует моменты, или к тем, кто должен их создавать? Ну, это в комплексе все. Здесь даже слово не претензий. Здесь надо выстраивать его так. Как у нас вроде есть набор нападающих и холбеков. Пока вот и в территории владеем, достаточно доставок. Динаминску надо было 20 до доставка в штрафную площадь, 2,10 в штрафной площади, а Динаминску было 6. А не одного гола. Фенальти и все. То есть вроде бы действий в штрафной достаточно много есть в этом числе, а гола нет. Стандартных очень много, но, к сожалению, пока так. В чем проблема? Надо тоже как бы внутри мы разговариваем, а на самом деле ищем. Ищем, будем улучшать, надеюсь. То есть мои команды всегда много забивали, всегда. Сейчас пока ступор стоит небольшой. Я надеюсь, и даже уверен, что ситуацию мы изменим.